Всем привет! И сегодня мы на нашем Славянском рынке. Славянск на Кубани, Краснодарский край. Это цветочные ряды на центральном рынке, которые находятся по улице Красной 3. На экране телефона перед вами остеоспермумы. Остеоспермум вырастить можно даже из семян. Но сейчас у нас девочки уже подготовили растение, которым второй год. То есть это не свежепосеянный, это сформированный кустик, поэтому стоит он 250 рублей. Здесь посмотрите, остеоспермум можно выращивать в открытом грунте, а можно вот так в подвесном горшке. Цветет он весь сезон, без перерыва. То есть одни бутоны раскрываются, а другие бутоны только-только готовятся распуститься. Расцветки есть самые разные. Гамма цветовая, очень широкая. Сейчас показываю вам бордовый цвет и сиреневый. А вообще они бывают и белые, и белоголубые, и розовые, и даже желтые. Обычно такой разброс цвета, мало у кого бывает, у них есть. Рассада стоит 150 рублей остеоспермумов. И дальше у нас уже появились и садовые однолетники, которые, ну не только однолетники, вот я вижу Маргаритка, это двухлетник. И цены на них тоже приемлемые, потому что многие пишут, что вообще даже таких цен не слышали. У нас небольшой городок, поэтому, наверное, и цены тоже приближены к своей местности. Гацания, сколько алла у нас стоит Гацания? Гацания стоит 35 рублей. Уже тоже огромные кусты. То есть посмотрите, с бутонами. По цвету бутона даже уже можно определить расцветку. То есть там я вижу и малиновую, и беленькую, и розовенькую. Ну и желтая тоже, постепенно и желтая, и оранжевая тоже распустятся. Маргаритки тоже стоят 35. Здесь же рассада алисумов. Причем есть алисумы вот такие компактные сорта. И есть, которые вырастают... Кустовой и ампельный. А цены у них? 25. 25 и кустовой и ампельный. Алисум тоже. Это растение полностью для всего светлого и теплого времени года. То есть он цветет непрерывно. Формирует красивые пышные кусты. И садится на солнечное место. В солнечную погоду плывет просто такой медовый аромат. Причем алисумы, например, в Краснодарском крае, они хорошо сеются. И на следующий сезон уже можно получить свою рассаду. Потому что вокруг бывшего куста, куст, скорее всего, замерзнет. Но вокруг куста будут маленькие алисумы. Здесь примулы. Махровые примулы стоят 70 рублей. А такие крупноцветковые... Не махровые. 50, да? 50 рублей. Ну и виола у нас уже 20 рублей стоит. Рассадка виолы. Причем кустики тоже сейчас покажу вам. Вблизи кустик. Розеточки показываю. Не цветочки. Цветочки вы знаете, что красивые и хорошие. Можно и цветочек. А сам кустик уже разветвленный. Стоит 20 рублей. И очень хорошо себя зарекомендовали. Причем и в теневых местах, и на светлых участках. Всегда цветущие бегонии. Бегонии сколько ало стоит? Бегонии почем? 50 рублей. 50 рублей. Уже тоже большие. Ну 50 рублей, слушайте. Это прям уже большие кусты. Вот такие. 150 рублей стоит гвоздичка, которую можно потом и зимой сохранить. То есть она сохраняется хорошо. Красиво растет, красиво цветет. Долго выдерживает нашу летнюю жару. Поэтому такая покупка хорошая. На солнце она не сгорает. И бутоны. Это первый цветок раскрылся бутонов. Еще много-много-много. Ну и уже у нас начинается и садовое растение. В данном случае тут хосты. От 150 до 350. Лимонный лист. Это крупная, огромная хоста. Это альбомаргината. С белой каймой. Показываю. Вот так сейчас выглядят наши цветочные места. Что там я еще не сказала о геране. Растение по 150. И цинерария. Растение для притяненных мест. Цинерария стоит 50 рублей. Ну а мы идем дальше. Сейчас у нас уже сезон цветочный. Но он должен быть в разгаре. Но мы выходим недавно. Потому что в этом году у нас тоже холодная погода. Холодная весна. Ну и соответственно покупатели только вот сейчас начинают приобретать растения для сада. Потому что страшно было заморозить свежепосаженную рассаду. Ну или прижечь цветы утренним заморозком. Поэтому покупки начинаются вот именно сейчас в апреле. Это мы прямо сильно опаздываем. У нас обычно после 8 марта уже рассада хорошо продается. Бархатцы стоят от 20 рублей. То есть маленькие кустики вот таких мелкоцветковых. 20 рублей и крупноцветковые 40. Красивые шапочки такие. Ну вот сейчас еще вот сюда пройду. Здесь так сверху. Вид сверху. Тут у нас гвоздички продаются. Левкой. Девочки, а Левкой сколько стоит? 25. 25 стоит Левкой. А Аргерантемумы? 70 рублей Аргерантемумы. Это летняя хризантема. И тут тоже много-много расцветок. И кусты в грунте формируются огромными шарами, цветущими весь цветочный сезон. И тоже не боящимися нашего солнца. Южного. И уже даже петуния начала у нас появляться. Причем цветущая петуния. А петуния почем делать? 30? 30 рублей. На, тогда назад. Нет, чтоб конфетку положить. Такая рассада прямо приземистая. Не вытянувшаяся. А реклама. И красиво цветущая. Реклама местного рынка. Привет. Приезжайте к нам за цветочками. А мы идем дальше. Сейчас к Жене. Тут новенькое вам покажем. Вот это наш цветочный ряд. В будний день он заполнен не полностью. Поэтому пройдем по тем цветочным местам, которые сейчас у нас заняты. Виолу я вам уже показывала. Покажу варианты расцветки. Женя, налоговую отзывай. Женя, налоговую отзывай. А куда Женя убежала? Женя убежала куда-то с перепугу. Так, это незабудки. Незабудка считается двухлетником. Но на самом деле она у нас растет как многолетник. То есть после того, как незабудка отцветает, этот кустик может пропасть, засохнуть. Но вокруг самого растения будет много-много посеянной незабудки, которая точно так же вырастет на следующий год. Причем, вот посмотрите, цветочки крупные. Я просто хочу предостеречь тех, кто экономит на рассаде и хочет посеять сам. Сколько раз я сеяла незабудку, вырастают цветы мелкие, как пыль. То есть гораздо-гораздо надежнее купить вот на рынке уже готовые красивые кустики незабудок. Хотя вот классика жанра, да? Голубая смотрится намного, мне кажется, лучше, чем белая. Потому что мы привыкли, что незабудка должна быть голубая. Уже немного королевских всегда в пеларгоне. Она их умеет вырастить красиво. Ну и вот розыбуда. Герани, обычные зональные герани от 150 рублей. Кустики королев и розыбуд 200-250. И если крупные кусты, или цветущие шапками, то могут быть 300-350. Вот они, цветущие аргерантемы. Примулы. Женя ушла. Не могу спросить, сколько стоят фуксии. Но там попозже еще в видео будут кустики фуксии у Игоря. У Игоря они стоят 150 рублей. У Жени я не спросила, сколько стоит фуксии. Вот махровые фуксии, все в бутончиках, красивые цветочки. И здесь же ампельные петуни. Уже сформированный кустик. Доброе утро, Таня. Сформированные кустики. Яркой окраски. С множеством побегов. Необычная. Не только яркая окраска, но и очень необычная. Посмотрите, варианты расцветок есть. Мелкоцветковая. С крупным цветком. Обычно вот такая с жилками. И вот варианты. Кустики ампельных петуний в прошлом году стоили 100-150. Поэтому точно вам не могу сказать. Этот куст, если высадить в подвесной горшок, это уже будет полноценное растение. В подвесном горшке фуксия петуния стоит 200-250. Если очень большой, то 350 рублей. А этот кустик, он уже начал расти. Значит, он сейчас очень быстро по объему догонит тех, которые растут в больших подвесных. А мы с вами, чтобы никого не скатать, идем дальше. Я подхожу сейчас к месту, где придаются комнатные растения. Олеандры уже с цветочными кисточками. Здесь же белый, розовый, полный. Белый, розовый, желтый, махровые сорта. Ну, олеандры не дешевые растения. Они от 350 рублей. И здесь же желтые калы. Ну, кстати, вот клубнями, я так думаю, что это дешевле, чем если покупать уже растения в горшке цветущие. Калы не просто красивой расцветки, но еще и с пятнистыми листьями. У Валентина Ивановича тут всегда и многолетних немножко стоит. Вот это остильбы. И из многолетних еще аукуба. Здесь бегонии. Пегонии от 200. Ну, и там вот гипиастромы. Гипиастромы сенсивьерии. Гипиастромы красивые, крупные, но не махровые. У нас встречаются и махровые сорта, это не махровые. То есть они, скорее всего, по 250 махровые. Обычно 350 и выше. Драцины. Филодендрон. Пеппероми. Бальзаминчик красивый, сейчас покажу. Вот такие цветочки. Так, идем дальше. И вот здесь у нас на солнышке. Тоже покажу красивые биулки. Цену уже говорила. Кто начал с этого места смотреть, то еще раз сообщаю, что биулки стоят 20 рублей. Покажу то, чего не показывала. Вот такие зональные пеларгонии. 150 рублей. А Розалин, да сколько, Игорь? 200-250 от кустиков. Вот они, Фокси. На солнце плохо видно. Покажем вам на стеллаже, на прилавке. Фокси по 150 рублей уже. Посмотрите, какие кусты. Все в бутонах, все в цветах. Ну и эта весна очень прохладная. Нарисована, по крайней мере, апрель весь в тучах. С хорошим таким градусом весенним. То есть 17-21, это очень хорошая погода для апреля. У нас это тепло, но не жарко. Потому что иногда в апреле у нас уже 30-ти градусная жара обрушивается. Тогда цветы очень быстро начинают пересыхать. И если резко наступает жара, сильно страдают как раз фоксии. А вот в прохладную погоду фоксии как раз хорошо себя ведут. не болеют, не сохнут. Цена радио 50 рублей всего. А скажите, пожалуйста, а что у Игорька? И красивые гвоздички по 150. Расцветки интересные. А, я же не показала рунункулюсы. Посмотрите, какая красота. Это лютики такие. Махровые лютики. Очень красивые. Рассада таких лютиков 150. Красотища. Так, а мы перейдем вот сюда. К Лиле Борисовне. У Лиле Борисовны вот плесчики. Всегда у нее красивейшие розы каменные. Это садовые растения. Тоже аукуба. Желучка. Красивая сансиверия. Лиля Борисовна, сансиверия. Сколько он стоит у нас? 100 рублей. 100 рублей. Вот такой кустик сансиверия. Лимончик. И вот здесь примола. Но примолы недорогие у нас, да? Сколько примола? 50 и 100. 50. Вот такой кустик поменьше. Но он тоже, он объемный. Посмотрите, какой корешок. И сколько цветочков. 50 рублей и 100 рублей. Это прям большие-большие кусты. Вот эти примолы, которые любые погодные условия выдерживают, рано зацветают, не боятся ни дождей, ни жары, самостоятельно разрастаются пышными кустиками. У нас наши местные жители очень часто ищут именно вот такие некапризные примолы, с которыми ничего не нужно делать, только посадить и любоваться ими, и все. А тут еще один отдел садовых растений, тоже не только садовых растений, и комнатных тоже. Это ампельная пеларгония. И много комнатных, ой, садовых цветочков. Колокольчик, легко зимующий. Он на зиму уходит, потом весной снова дает побеги, начинает цвести. Такая садовая, ой, хочу ничего мне не сломать. Садовая руэлья. Ковыль, нежно очень смотрится. Я уже отказалась от мысли его высаживать, потому что мой кот просто его уничтожает на корню. У него этот тренажерный зал, он треплет его как мышь. И уничтожает полностью. У кого-то коты домашние цветы едят. У меня вот именно на этот садовый набрасывается. Это такой красивый барвинок, бьющийся, стелющийся, пестролистный. На свободном месте очень даже красивое растение. Среди растений он забивает маленькие растения. Это прунелла. Медуница. В основном мы смотрите комнатные, поэтому я так быстренько. Хочет такой, хочет такой, хочет такой, блики, так оно тебе одинаковое. Анимона. Одинаковое вот это. Марина. Ну да. Хаютумия. Хопсис. Это садовая, просто вам перечисляю. Гехера такая. Не одна, разные расцветки. Наташа, гехера, почем у нас? Не буду, не буду. Наташа, цену назови мне, гехер. 250 кустики. Это хорошая, отличная цена. Потому что в садовых центрах сейчас там цену просто сложить на них невозможно. Они по 500, по 700 рублей в садовом центре стоят такой куст гехеры. А это морозник. Хорошо зимующее растение. Марина, ты вот это зафотографировала? Да, руэлю и показала. Ну, руэля, кстати, она же недорогая, да? Сколько стоит руэля? 150 рублей. 150 рублей стоит руэля. Это зимующее растение. Старник, наверное, до пояса растет, да? Ну да. И цветет весь сезон. Она хорошо обрастает. Вот из пазух появляются цветочки. Не прекращается. Да, да, я же говорю, постоянно, все лето. Неагрессивный. Крупноцветковый. В грунте цветок будет в два раза крупнее. Красивый, яркий. И бадан, конечно, тоже красиво, да. Бадан сколько стоит, Наташа? Бадан 300. И он двойной, видишь? Да, он там даже вот разветвился уже вот здесь. Он уже, можно сказать, тройной. Сейчас вот эти два побега, они разделятся. Тут уже будет три розетки. 300 рублей. Баданы цветут и зимуют с листьями. То есть это растение, которое и зимой оно остается на поверхности почв. Так же, как и асваделина. Тоже не капризное, а вечно зеленое растение. Сейчас я, Марина, прунеллу. Прунеллу я показала, да. Прунелла почва покровник цветущий. Не почва покровная. Но она, если в тенистом месте, она будет прямо вырастать в кустом. Она цветет целое лето. Да, да, да. Наташа правильно говорит. Это медуницу показали. Медуницу показали, да. Медуница. Медуница тоже недорогая она, да. Сколько она? 150. Растение для полутени. И у нее не так ценятся цветочки, как листики. Яркий пятнистый листик, который выделяется на тенистом месте. Видите, очень красивая расцветка листа. Ну, и фоопсисы, они цветут такими розовыми соцветиями. С тычинками красивыми. Ну, вот это точно уж можно сказать, что почему покровник, потому что он застилает землю ковром. Ну, книфовь я уже у Наташи вот зацвела. Оранжево-желтое соцветие. И такие, как луковые перья. На самом деле, они не нежные. Они зимуют с листьями, эти растения. И вот здесь уже Таня поставила плющики. Тоже, которые хорошо зимуют. Крупно-листовые, мелко-листовые. Цинерария, которая у многих как однолетнее растение, у нас она многолетним растением вырастает. Да, я сказала, что это цинерария. Да, Марина, я снотку покажала. Я снотку. Но она почвопокровная. Вот, да. Кто искал почвопокровники, то еще... Татьяна, сколько за свою? Я снотка еще. А, без... И свои цветы тоже. Хочется, чтобы они в видео попали. Это уже комнатные... Нет, не только комнатные. Здесь из комнатных растений папоротники. А Диан, там и вот такой нефролепис. А дальше тут тоже плющи многолетние. А розочки бордюрные, они тоже многолетние. Розочки почем-то? 250, 200, маленькая 150. О, цены, видите, 250, 200 и 150. То есть это... На ваш вкус. Все кустики жизнеспособные, свеженькие. Высаживаются у нас в открытый грунт. Зимуют у нас в открытом грунте. Поэтому никаких проблем. А Голдфлейм сколько, Таня, у нас стоит? Вот это сорт Голдфлейм. 300 рублей. Розетка Сансевьерия Голдфлейм. Ну и тут еще камнеломочка. И вот такой астралистный плющик. По 20 кубеньким. Те плющи я показала. Красивые. Причем, еще раз вернусь, покажу. Один кустик вблизи. Цвет играет. Таня, сколько стоит вот такой большой кустик уже? 250. И не покупатель. 250. Но всегда наши местные цветоводы говорят, что торг уместен. То есть можете поторговаться. Плющ красивый. Он играет расцветка. Листья от такого лимонного до темно-зеленого. С вкраплениями пестрого. Причем вот тут есть полностью пестрый. Который вот настолько пестрый, что просто каждый листик пестрый. Красивый цвет играет. То есть какой вам больше нравится, такой и можно купить. И дальше у нас тоже и комнатные, и садовые. Вот из комнатных тут кратончик. Бегония. Там двулетние кусты, я не знаю, что по четыре их. И строманта. А сколько же вот такая строманта? Триста пятьдесят. Тут получается три розетки. Три розетки. Ну и дальше посмотрите. Вот драцена, я хотела сказать, децентра. Децентра. Розовая. И она уже с цветочками. То есть вот показана картиночка. Но она уже и сама себя рекламирует. По-другому ее называют. Разбитое сердце. Потому что сначала цветочек сердечко. А потом это сердечко раскалывается на две части. Поэтому называют разбитое сердце. И самые разные морозники. Морозники у нас. Красивые посреди. А, я вижу, да. Сейчас я. Да, да, да. Ну и здесь тоже вот. Розовые. Сейчас я покажу. Там прямо с бликами, с такими разными. От трехсот пятидесяти. И большие кусты есть. Которые подороже. Потому что морозники вообще в садовых центрах тоже. А, тут Оля говорит. 150-350 сегодня. Вообще-то тысячи, а не столько. Ну да. Получается, что тут сегодня больших кустов нет. Есть 150, 250 и 350. А вот Оля говорит, что есть и тысячи рублей кусты. Но тогда это нужно заранее договориться, чтобы куст целиком выкопали и принесли. Они будут огромными. А у нас в основном хотят же купить сразу несколько цветочков. Поэтому кустики небольшие. Небольших много кустиков. Цветочек чашечка. А вот какой, смотрите. А, вот такой красивый цветочек. Тут по 350. Это большие. Посмотрите. Ой, какой красивый. Красивый. Прямо как. Девочки тоже фотографируют. Так, тут у нас уже Серёжа вышел. Серёжа занимается гладиолусами. У него плантация гладиолусов. Он там их высаживает. По сортам подписывает. И потом продаются такие, как их называют, эти блямбочки. Луковицы. Ну, а потом продаются ещё и букеты. Здесь у нас все знают уже, что когда начинается сезон цветения гладиолусов, то у Серёжи можно купить недорогие, красивые букетики. Причём и разноцветные гладиолусы, и такие многоцветные. Тут ящичек Анимон. И здесь у нас герани. Герани от 150 и выше. И по 100 даже есть. Вот эти, да? Небольшие кустики даже можно купить по... Молодой черенок по 100 рублей. Уже пересажены в большой горшочек. Есть. Ой, вот это мята, да? Да, мята есть. Ой, какая мята красивенькая. Сколько мята стоит, Андрей? Мята по 100. Мята по 100. Земляничная ананасная банановая. Ага. Земляничная ананасная банановая мята по 100 рублей. А, 40-й ролет. Я иду. Сейчас приду. Сейчас закончу тут съёмку. Тут у нас место Лены. И здесь, посмотрите, у нас уже цветущие в открытом грунте тюльпанчики, нарциссики разного-разного сорта. Вот такие красивые луковицы лилий. Ой, какая красивенькая мелкоцветная бетуния. Почём бетуния, Лен? По 100 рублей горшочки анпельной бетунии. И мелкоцветная, и крупноцветковая. И обычная по 35 рублей. По 30 рублей. А сколько ж вот такой большой роули, Лена? Зато она будет держать хорошо. За 200 рублей Лена готова отдать вот просто даром роули. И геранечки. Да, это реклама нашего рынка. А что, у нас цены вполне даже хорошие. Сейчас я ещё иду к месту Людмилы. У Людмилы тут суккуленты. Мне нужно, чтобы подойти к суккулентам, вот так вот обойти вокруг, чтобы было их хорошо видно. И здесь самые разные суккуленты. И очень много суккулентов, которые стоят 100 рублей. Ну, встречаются и дорогие. Но основная масса, вот у нас приходят наши местные любители, они уже знают, что у Люды большое-большое разнообразие именно суккулентиков самого разного цвета, вида, окраски. Мужчины у нас тут уже делают укрытие, для того, чтобы солнце не жарило ни покупателей, ни продавцов, ни цветочки. Замиакулькасы, фикусы. Не знаю, куда Люда убежала. Тут ещё есть кислица сиреневая, махровая, бегонии. И внизу кустовые, крупноцветковые, петунии. И помея уже появилась, ботаты зелёного и лимонного цвета. Электрантус, посмотрите, какой красивый. Рассада. Тут лабелия, которая цветёт всё лето. Люда, ипомея сколько стоит? Ипомея по 50 рублей. Ну, а цветочный садик, он тоже продаётся? Сколько он стоит? За 800 рублей цветочные, вот такие большие цветочные садики. Тут и кактусятки есть маленькие. Роли, гастерии вот там. Так, нужно было не обходить место, чтобы её было хорошо видно. Сейчас ещё раз обойду вокруг. Просто затеняется. Люда скажет, ну что ж ты моих уже всех показала. Поэтому я вот сюда зайду, где притянённое место. Смотрите. Здесь продаётся пестролистная. Красула. Она Кампсерес. Когда затенят её место, я покажу с той стороны, где и будет и видно хорошо, и солнце не будет засвечивать. Репсалис красиво цветущий. Ачиток. Такой кактус прямо по спирали, посмотрите. Закручен по спирали. Много эчевири. Ионю. Цветная розетка. Цветная розетка ионю. А вот на солнышке отблёскивает как эчевирия. И вот такая пёстренькая денежное дерево. Так что вот я вам показала наш рынок. Он уже работает. Показала цены. Переходите к нам за покупками. Это Славинск на Кубани. Краснодарский край. Находится центральный рынок по улице Красной 3. Всего хорошего, друзья. До новых встреч.